Сачок? Даже так? А где он? Сегодня учимся ловить карпа. И довольно успешно. Ой, какой карп. Вон, вон, вон. Просто море эмоций. Спокойствие и суета. Все смешалось. Целые сутки счастья. Вкусная еда, ночевку в палатке и ночной клеп. Друзья, всем приятного просмотра. Такой никогда не больше не видела. Вот эта рыба. Наташа, ты не паникуй. Я вообще спряталась. Всем здрасте. Всем привет. Анталия Михайловна выбралась. Итак, мы договаривались, что мне его по-другому называть. Любимая? Да. Хорошо, Анталия Михайловна. Сегодня у нас рыбалка на большую-большую рыбу. Вот такой карп. Ну ладно, может такой. Сегодня мы не одни. Всей семьей. Практически, кроме старшей. Старший дом остался в городе. Дети пока в песке играются, а мы вот тут, короче, разлаживаемся. С нами сегодня не только дети, но и вон Барни. Барни. Что-то жрёт уже. Пёсик наш. Наташа, нельзя кормить им. Забрать надо. Он выплюнул. Да? Молодец. Хорошая собака. О! О, какой он рыбалый. Короче, по снастям, ну, те, кто смотрел в прошлый раз, наверное, рыбалку нашу, не сильно поменялось, но... Одна удочка есть. Дальше показывать не буду их близко, потому что там жах. Наташа пошла за детьми присмотреть. Купаться они пожелали. Ну, а я пока разлаживаюсь. Закинул вот закидушки две штуки. Будут цеплять такие вот сигнализаторы. В прошлом году их совсем не так, как надо нацепил. Сейчас исправимся, так сказать. Ну что, Пёсик, мы опять с тобой в гордом одиночестве. Долго быть в одиночестве не пришлось. Немного искупнувшись, Наташа вернулась на берег, так сказать, следить за процессом и познавать основы рыбной ловли. Берег слегка крутой, и покуда есть время, решил его немного благородить. Снять чуток лишнего песка, да и набросать его туда, где мало. Что, собственно, логично. Но, как впоследствии оказалось, желаемого результата это не принесло. Так, чтобы быстрее было, короче, закинул две закидухи. Ну, подкормку ничего такого не мешал. Вот, обычной каши пшеной. А сейчас все разложусь, обустрою, обустроимся. И тогда уже нормальную заварганим. Ну, и поплавки закиним. У нас, тем временем, вон, дождик начинается. И туча такая хорошая. И, покуда туча не пришла к нам, решил, собственно, разложить палатку. Машину в непосредственную близость не подгонишь. А мокнуть не хочется. Даже несмотря на то, что на улице слегка душно. А так залез в укрытие. Да и смотри за поплавком и прочими сигнализаторами. О, есть. Идем смотреть. Ой, Денис, чуть не грохнула. Пошечки-то, два раза чуть не упала. Все равно. Нам карп надо. Она радуется. Короче, Наташа, неси ведро, это большое, положим ее туда. Потому что сквозь наш садок оно уйдет. Ага, или отпустим первую. Давай первую отпустим. Ну, малюсенько. Будешь что-то отпускать? Сам отпускай, давай. Хм-хм. Какой-то, Денис, ты очень плохой берег подкопал тут. Просто что с детьми, так нам не сильно корсоудобно. Нигде. Это подкормка на карпа. Взял с такой крупной фракцией и с мелкой. То есть, перемешаем, посмотрим. Какая будет клевать такая. Ну, корсо пойдешь. Да? Хм-хм. Ты объясняешь, конечно. Пахнет так, а что отсюда слышно. Ну же, что же там? Пластмарь, блядь. Может, та же самая? Да. Сейчас попробуем на кукурузу. Сам видите, дождь сходит. Где Наташа пращая? Я закину, наверное. Не знаю, будет видно. Ага. Сачок? Да, давай. Даже так? А где он? Денис, так я же не могу снимать. Денис, я же не могу снимать тогда. Да, нету ничего. Нету ничего? Ну, было. Есть, наверное. Нет. Стой. Есть небольшой. Есть, есть, есть. Есть, нехороший. Давай, сюда. Сюда, сошел. Сюда. Денис, я сейчас телефону роню. Есть, есть. Стой. Давай, Саня. Ой, Денис, давай, давай. Ой, какой хорошенький. Ты что? Блин. Надо было это не снимать. Ай, ладно. Ну, ты видела? Видела, огромный, блин. Жалко. Короче, Денис заряжает по новой удочку. Сорвался у нас карп. Килограмма полтора. Очень, конечно, печально. Все в печали. Но будем надеяться на лучшее. Что словим не полтора, а два. Да, Денис? На кукурузу, кстати. Давайте, что делать, Буш? А, на такую кукурузу? Да, на обычную. На обычную кукурузу. И то цепляла я... Что не съезли рыбу, да едим сами. Посмотри, вот так вот просто цепляла. А я раньше совсем по-другому цеплял. Ну, давай, хорошо. Ну, типа, что-то не торчало это. Оказывается, так лучше. Угу. Вон там сидят дети в машине. Ну, уже сейчас дождь закончится, сейчас уже выйдут. Ну, что, погода вроде так, немножко устаканивается, да? Угу. Да, вот, Наташа, доставай. Тут поменяем наживку. Кукуруза воздушная была. Наденем обычную. Ну, и прикормки забьем. И, возможно, я вот думаю, саму снасть поменять. Не снасть, а как-то. Как она называется? Ну, в смысле, монтаж поменяем. Тут стоит убийца карася, вроде так называется. Это не очень, если честно. И в прошлый раз, но ее не особо. Там и кружки маленькие. Ну, и теперь тишина. А вот на такую вот, простая кормушка и три кружка, там, вроде бы, что-то вот поклевывает. И две плотвы, и карп ушел. Что, у нас есть улов? Да, улов. Улов есть. Это хорошо. Ну, о, какая. Вроде выглядит таки ничего, но что-то не знаю. Что-то не то. Ладно. Днис, Днис. Нет, это... Да, 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 дергается, дергается. Нет, она та же плотва будет какая-то. Только закину. Как чувствуешь? Есть что? Есть, есть. Сачок брать? Нет, нет. А, я вижу уже малюсенькая. Ой, плюхайте, плюхайте. Показывают пальцы вверх. Терпение. Что за звери-то ходят? А? Ой, он поплыл, Денис, купаться. Что касается наших снастей и, в принципе, подхода к рыбалке. Как вы и догадались, все посредственно. С моего детства удочки не менялись. Катушки, ну, вроде как не такие старые, но очень бюджетные. Очень. Вот, например, фрикцион в одной из них. Точнее, он должен быть. Ну, он есть. Но сломался. Теперь катушка не стопорит леску вообще, либо разматывает ее при малейшем подергивании. Но тут ладно, как-то отремонтировалась. Что касается подхода к ловле. 100% важен сам процесс. Результат – это хорошо, конечно. Это как бонус, который, на наше удивление, будет. И достаточно хороший. Процесс для нас не банальное перебрасывание удочек. Здесь мы все вместе, почти что всей семьей. Вот это самое важное. Пускай мы дилетанты первого уровня, но тут мы, как команда. Ну, а дети, как закончился дождь, положили свои телефоны, вышли с машины, да играются в песке. Строят разные замки, разглядывают разных букашек, а иногда, чуток, по-доброму и подсмеиваются с над нами. Сейчас мы далеки от бетонных коробок и асфальта. Сейчас мы заняты делом. Мы на рыбалке. Тихо, тихо, всем, тихо. Всем тихо, мы тянем. Тихо, тихо. Ну вот, на ладошку где-то. Наверное, это оставим. Хоть засушим, да? Хоть засушим. Это копа? Да. Это сом такой, сом называется. А, сом? Да я шишу. Подожди, лучше Юра не надо. А мне поделеку. Ну вот, короче, тут сама вот, кормовая, это, так. База? Ну да, надо побольше и крючок, вот такой. Не знаю, правильно, неправильно кукурузу нацепляю. Ну вот, плотла, такого плевала. Как отсечь мелочь эту. Плотла, в принципе-то, не мелкая, но карпа хочется. Как отсечь пока не знаю. Да, да, очень. Ловить рыбка большая, маленькой не надо. Все, дождь закончится, можно одеваться. На 10 баллов. Это надо будет стереть. Это надо будет стереть. Ну, более-менее такой настрой рыболовный уже появляется. Ну, еще так, да, так, среднячок. Вот, это, наверное, пятая. Да, можно даже и шестая. Но это более-менее нормальная такая. Может, кашей давай кинем, пускай поест? Пельмени свари. Ну, серьезно? Пускай перекинутся. Угу. Куда? Воду. Денис, где рыба? Води. Вот как выглядит машина после дождя. Не машина, а сушильная доска. А тем временем, тем временем вон опять снова гроза надвигается. Кстати, вот дождем поклевывало немножко. Сейчас, сейчас тишина. Так что ждем грозу. А у нас тут на поплавок клюнуло. Ой, ну крутой, крутой. Борни! Удышку эту, кстати, сборы купили. Такая ерунда. Грузов понавешали, его сейчас снимаем. Не понавешали не мы, а завод. Да? Ну, китаец. Покажи-ка. Наша деревня вон там вон. Вон там вон. Соседи звонили с обеда. Гроза не перестает. Оп, нету. Оп, и все. На, сейчас ты выходишь. Хорошо. Стой, только Наташа, не резко. Стой. Давай, давай, давай. Давай, тяни, 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 хорошая. Ну, что, первая моя рыба за сегодня. Короче, группа поддержки у нас вообще велика. Стыкно даже показывать, как свинья грязные. И что, обед, червяк. Что же вот эту рыбу? Короче, что можно сказать. С детьми ехать на рыбалку и особенно снимать. Удовольствие, скажу вам. Так себе. Ну, смотри, с каким. Какая гроза, Наташа. Вообще гроза. А, смотри, какие облака красивые. Смотри, как иду. Красота, красота. Гроза все равно не передает красоты в седу. Опять начался дождь. Я спряталась в палатку. А Денис рыбачит. Только пока успехи так себе. Только плотка клюет. Плотва. А я, как сказала, плотка и плотва, они одно и то же? Я опарыш убиваю. Опарыш убегает. Так закрывай. Где же наш большой-большой карп? В коробе. Хорошо. Ждем. Песик. Песик, что тебе на носу? Лист. Дай сниму. Барни. Дай сни... Барни. Тут братва Ашмянская подрулила. Очень приятные люди. Да, Наталья Михайловна? А если детей? Детей тебе несет. Пятого? Ты точно почти над палаткой, да? Наташа! Быстрей сюда! Быстрей! Еще быстрей! А? Что делать? Не, не. Пошел, убери. Беру. Ну, короче. Сейчас отдышусь. Бежал аж. Денис позвал. Тянул. Вот на эту вот закидуху. Карпа. Ну, наверное, карпа, да? А это так... Такая поклевка была, шуточку сбила. Вытянула. Оторвала крючок. Вообще он. Да. А я где была? Правильно. А я? С детьми в песочнице. Куличики лепила. Вот так. Другой лепил. Все. Денис сейчас начинит удочку. Вяжет. Вяжет. Ой, Денис, не надо. Я слишком опасен. Смотрите, какое красивое солнце. Отражение солнца на воде. Красота. Ну вот. Наш первый, очень скромный, но трофей. Словами этот момент не передашь. Реакция Наташи вообще бесценна. Так что, без комментариев. Быстро, быстро, быстро. Ой, не стихи, не стихи. Не стихи. Угу, не стихи. Не стихи, не стихи. Угу. Тихо, тихо, тихо. Тихо, не стихи. Иван, стой, 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 промахнулась, стой, подними. Я его сейчас уроню. Что делать? Прыгает. О, какой! Вот это да! Вот это рыба. Покажи. О, какой. Какая рыба. Есть. Наташа, ты не паникуй. Я вообще спряталась. Я думала, все. И так. О, какой. Кило 125, но тут меньше будет. Это, кстати, у нас садок. Я в бачи подрезал. Ну, класс. Класс. Все, давай его в воду. Да, да, давай. Есть хочу. Сейчас будем. Барни, я без тебя справлюсь. Иди спи. Иди храпи дальше. Помощник повара. Так. 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 Барни. Иди дальше. Ты мне будешь мешать. Иди. Сюда ляжь, пожалуйста. Иди ляжь там. Иди сюда. Ко мне. Вот тут ляжь. О, ляжь. Тут не лежи. Никому не мешай. Барни снова впал в спячку. Наташа занялась своим, в кавычках, любимым делом. Нужно приготовить пять порций вкуснейшей еды. Я бы, конечно, от сала с луком не отказался. Но мой немного лишний вес со мной не особо согласен. А вот красивая плюс вкусная еда на свежем воздухе это еще один стимул малышам для того, чтобы им снова быстрее захотелось на рыбалку. Это очень важно. Нам бы очень хотелось, чтобы они побыстрее привыкли к активному здоровому отдыху. Михайловна готовит. Ну, а мне повезло больше. Я просто наслаждаюсь окружающим миром в предвкушении ночного клева. Поехали. 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 Нет, во все. Раз. То есть, троим детям. Наташа и мне. Теперь считаем сосиски. Два, три, два, три, два, три, три, два, три, три, два, три. производителям сосисок почему упаковки не на всех не хватило по 3 беспорядок красиво вот тут сосиска еще одна была очень хорошо добре ты мои он так так высказал это меняет дело я просто расстроился можно ну какая красота мама рыбку словили песик покушал за удочками глаз да глаз палатка слаживается я отдыхаю идиллия удочки не поделись да мы наверное готовится к ночи уже потом включимся короче я не знаю как это так снимает но на самом деле сейчас темно сейчас что-то около 11 до пусть растет но вот ночная рыба правда эта поклевка не реализовалась скорее всего виноваты крючки ну или возможно просто неправильная оснастка а что с нас взять чайники еще о я заснял я думаю не снимал ну хорош и думаю видно было жалко конечно ну да в кусты потянул мне кажется там крючки маленькие вот и все ну клюет клюет один есть надеюсь что и еще сколько мы троих упустили до 3 упустили ладно будем ловить и так на часах у нас почти час ночи так только ляжем звенит да только ляжем звенит один зеркальный где-то около килограмма ну поправить ладно поправим карп пойдем спать а ура а А до этого ты плохо выглядела. Нормально, до этого выглядела. Доброе утро всем. Доброе утро. У нас тут минутка тишины, а, возможно, и целый час, 10-6-5. Больше часа, это что? Мы вон кофейка сейчас попьем, и с новыми силами. Вот какие у нас рыбы за ночь появились. И другой пускай спят. Вот, который там, снизу чуть больше килограмма, килограмм сто, а эти грамм по 900, по килограмму примерно. Так, это нам еще надо еще одну рыбу насоветнуть. Ну это, ну да, это если взять по сравнению, вижу, если взять по сравнению со всей нашей жизнью, то мы сегодня сам много наловили. Тишина. Утренний клев, это понятно. Это основное. Но вот, знаете, утром есть особенный отрезок времени. Он очень короткий, минут 15. Вот тогда рыба второстепенна. Важнее тут атмосфера. Жизнь не то, чтобы просыпается, а как будто бы зарождается заново. Все начинается с чистого листа. В такие моменты понимаешь, что все будет хорошо. А на червяк вчера огонь плевал, ну вот такой вот. Да, да, мелкий совсем, барни вообще раздолье, хорошо ему тут. Купается и купается, походит-покупается, походит-покупается, да, барни? Чуть кашу нашу не съел, которую мы для прикормки рыбам сварили. А кукурузу он развернул, это какая-то даже ничего с утра. Да, всегда, очень даже. Там он на том берегу тоже ловит, но я что-то там не видел, чтоб тебя нули. Вообще-то никого не видел. Не, но вчера была компания лагерь. Еще спят. Ну да, наверно. По самим удочкам можно понять, что я приверженец, так сказать, старых взглядов на рыбалку, да? Ой. Что ой. Правду говори, просто еще удочки не обновил. Ну да. Наташа, Наташа, Наташа. Держи, 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 держи. Ну что, первое за утро поклевочка и словили мы платву вот на такую кукурузу. кукурузу. Воздушную. Латва маленькая, кукуруза большая. На красную, да? Да, на красную. На красную, на красную. на красную. Вот это красивый. Скрозевард. Так, мы отойдем подальше. Но они сейчас будут закидывать. Пахнет вкусно. Ой, вообще. Он не длинным по типу шкаладам. И не тебе одной. Он вкусно пахнет. Так смотри, как собака нюхает. А, он на эту. Собака эту нюхает, ему это неинтересно. Вот такая залипуха должна быть, да? Барни, ты с этого ракурса на шарпе похож. Она должна немножко полежать. И в час полежит, я просто спрашиваю. Ну, примерно такая же. Ну, можно. Пусть полежит. Мне еще, по-моему, лучше получилось, чем у тебя. Тебе так кажется? Мне серьезно. Так, что наша собака на шарпе похожа. А, вот тут такой момент. Видите? Надписи на удочке. Такие крутые. Голды. Тут всякое. Кингфишер. Не знаю, что такое. Ну, короче, очень классное. То есть, Наташа изучала все эти вот надпись. Прочитала эту, эту. Дальше. Вот эту надпись. Она тоже читала по-английски. Это Капак. Что-то типа такого, да? Я думала, это вообще Б. А, Б. Тут Карась написано. Тише, тише. На удочку. Наталья Михайловна. О, нервничка. Молодец. Молодец. Хорошая плотва. Хорошая, но... Я сама такая плотва. На. Хе-хе. Доставай. Тут Наталья Михайловна с Алисой Денисовной плотку тягает. Ага. Одну за одной. На червя, кстати. Ага. Ну вот, сейчас клюнул Карп, и на сегодня это самый крупный. А в ответственный момент, как всегда, неполадки. Фрикцион опять полетел. Ну ладно, смотрим. Вот это хороший. Не знаю, что около полторашки, да? Даже не знаю. Может двое, конечно. Больше чем все остальные, которые мы поставили. Да, это самый здоровый. Круто. Ну, Наташа, молодец. Конечно, молодец. Вот ты уже сейчас так вот, ну, не паникуешь. Молодец. Вот это круто. Сейчас весим. Круто. Вот это рыбалка, понимаю. Фед, зацени. Алиса, ты довольна? Ладно, завешиваем, да? Да, давай. Мы еще чуток половили и потиху начали собираться домой. Друзья, помните, мысли материальны. Думайте позитивно и все у вас получится. С вами же был канал Денис Кино Рассказы. С уважением и наилучшими пожеланиями, Денис и Наталья. Лучшее впереди. Увидимся.